Разговор о благоустройстве начался с обсуждения улицы Терской. Там дорожники ДРСУ «Вираж» меняют бордюрный камень. Дело хорошее, но многое зависит от того, как выполнить свою работу. Если мы вскрываем асфальт, укладываем бордюры, ну есть же специальная пила, которая может пропилить асфальт на всю длину, да? И когда мы его начнем вскрывать, он не будет вскрываться вот этими вот отрывами, а будет эстетично, аккуратно вырыто приямок траншеи для того, чтобы уложить бордюр. Нет, надо раскопать вот под такой бордюр, вот такой ширины траншею и глубины по поясу. Приостановить все разрытия и заставить дорожников привести улицу в порядок потребовал глава Анапы от Управления жилищно-коммунального хозяйства. Тему городского хозяйства продолжил вопрос энергоснабжения. Причиной аварийных отключений энергетики нередко называют потребление сверх нормы. Но кто подключает нелегалов – встречный вопрос. Вот я вам хочу задать вопрос. Сколько емкость раствора бетонного узла энергопотребления? Кто мне может сказать из присутствующих? Сколько? РБУ? Сколько потребляет? Ну, еду скидкой. А? Не, ну, сто, сто, наверное, максимум. Сто киловатт. 50 киловатт? Много или мало? Много. Много. Пожалуйста, на Анапском шоссе, на Субсекском шоссе, за Красной площадью, с левой стороны, вид разрешенного использования земли какой, Артур? Под склады. Присаживайся. Стоит РБУ. Кто-то ж ему электроэнергию дал. Понимаете? Меня интересует обеспечение людей электроэнергией в курортный сезон. РБУ мне совершенно неинтересно. И если провести анализ промышленных, промышленного отъема электроэнергии, то как раз вот из-за них, из-за них, в большинстве случаев и происходят аварийные ситуации. Еще одна проблема – продолжительность восстановительных работ. Большую часть времени энергетики тратят не на ремонт, а на поиск владельцев трансформаторной подстанции. А страдают, конечно, люди. Энергетики должны располагать всеми контактами владельцев ТП, чтобы минимизировать сроки восстановительных работ. Юридической службе управления жилищно-коммунального хозяйства глава курорта поручил подготовить соглашение о взаимодействии с частником.